Достоевский Достоевский, когда погружаешься в его текст, он патологоанатом. Мы сегодня говорили о том, что это врач, а Достоевский пациент. Но я бы назвал его патологоанатом, потому что он прям вот скрывает мозг, залезает в черепную коробку и начинает там копаться. Хотя это всего лишь взаимодействие тебя и текста на странице. Но все равно ты чувствуешь шевеление мозга. Даже прочитав абзац, главу и уж тем более роман, ты понимаешь, что ты какой-то другой становишься. Ты смотришь в окно и видишь вроде бы ту же картину, но немножко другую. Общаешься со своим близким человеком, но уже в другой такой прострессе. И это очень круто. Потому что Достоевский заставляет меня же понять самого себя. Через героев, через события. За это его можно не любить, потому что все мы, люди, не любим, когда у нас копаются вокруг наших душев, в нашем мозгу, в наших мыслях. Тем более, когда мы сами к этому приходим, это немножко странное чувство. Но в общем зачете, если вот можно так сказать, это все-таки любовь. Это любовь к описателю и к ремонтворчеству. Его можно чуть-чуть не любить за эти вот подковырки. Но он просто такой вот. Спасибо. Спасибо.